Дорогие друзья, недельная глава Бешалах, еврейский народ выходит из Египта, Всевышний открывает для него море и совершает огромное количество чудес. Говорит нам Тора, что тем не менее, несмотря на то, что Всевышний целый год делал казни в Египте, показывая каждому человеку, что он творец, что он хозяин, несмотря на это, что каждый мог увидеть Всевышнего, вот пальцем показать, вот он Всевышний, 80% евреев не захотели выходить из Египта, не послушали ни Всевышнего, ни Моше и остались в Египте и погибли. Большинство народа, абсолютное большинство народа не захотело идти за правдой, хотя они знали, что есть правда. И вот Всевышний, он тебе говорит, выходи за мной, я тебе сделаю чудеса, я дам тебе Тору на горе Синай, ты пойдешь в Израиль, Иерусалим, храм. Они не захотели и решили остаться в Египте, и были ужасно наказаны, все погибли. Обратите внимание, человек может знать правду, он может видеть Бога, вот Бог, он тебе говорит, как правильно, ты мое творение, ты мой сын, я тебе расскажу, как жить, как все правильно сделать, чтобы тебе было хорошо. Но все равно человек может сделать колоссальную ошибку, остаться в Египте и погибнуть. Это просто пугает, это просто пугает, что мы можем знать правду и все равно делать абсолютно неправильные вещи, хотя все очевидно. Поэтому я вчера слышал от одного Роши Шивы, Роши Шивы Арамор, Рафа Мейль Штеренберг, живет в Иерусалиме, великий-великий праведник и мудрец Торы. Он сказал такую очень умную и интересную вещь, что Йосеф перед смертью взял клятву с еврейского народа, «Я вас как бы обязую, поклянитесь, что вы мои останки вытащите из Египта». И Моше в последний момент, когда уже все собирались и времени вообще нету, он бегает и ищет останки Йосефа, кости Йосефа. Говорит Рафа Мейль, что почему Йосеф так поступил? Потому что были люди, которые могли подумать, что Йосеф это был тот человек, который всех завел в Египет, Моше всех вывел. Так может быть Йосеф считает, что евреи должны жить в Египте? Может быть Йосеф и Моше это противоречие? Моше всех хочет спасти, вывезти из Египта? А Йосеф считает, что нет, евреям хорошо жить в Египте. Поэтому Йосеф сказал, заберите хотя бы мои останки, чтобы все знали, что я понимаю, что в Египте нужно жить энное количество лет. Мы должны быть в рабстве, это и наказание, это и подготовка к дарованию Торы. Но я не считаю, что это место для нас, в котором мы должны жить и обитать днем навечно. Мы должны идти в Израиль. Наше место в Израиле. И поэтому Йосеф сказал, не думайте, что я как те 80%, которые не хотели выходить. Я не такой, я хочу выйти. Хотя бы заберите мои останки, покляните, что вы меня отсюда заберете, чтобы никто не подумал, что я хочу здесь жить. Как говорил Раби Нахман, известная цитата, что куда бы я ни шел, я иду в Иерусалим. Где бы ни находился еврей, наше место в Иерусалиме. Мы там вот, жил Авраам, Ицхак, Яков, мы оттуда, и туда мы всегда идем, независимо от нашего местонахождения. Мы часто в изгнаниях, к сожалению. Но наше место в Израиле, наше место это Иерусалим. Поэтому Йосеф говорит, поклянитесь, заберите меня отсюда. Вот такие вот важные уроки я хотел вам сказать в этом совсем коротком видео. Спасибо огромное за внимание и шаббат шалом.